О том, что доллар Беларуси не нужен и пора уже избавляться от валюты, Лукашенко и чиновники заявляли уже неоднократно. Курс на дедоларизацию страны взят еще в 2015 году. С тех пор было принято немало решений в этом направлении, как полезных, так и приносящих вред экономике страны. А в последние годы после многочисленных санкций и изоляции Беларуси темпы перехода на исключительно национальную валюту ускорились. Может ли наша страна окончательно отказаться от доллара? И как это отразится на беларусах? Не имеет значения в центре Европы или не в центре Европы. Логично было бы в центре Европы говорить про евроизацию. Но поскольку в Беларуси сознание людей связано с американским долларом, и доллар прочно стал народной валютой Беларуси, курс на дедоларизацию – это, безусловно, курс на то, чтобы увеличить давление инфляционного налога, налога девальвационного на обыкновенных людей. Люди доверяют доллару, в меньшей степени доверяют рублю. И поэтому, когда беларусские власти делают все, чтобы выдавить из людей вот эту привычку хранить сбережения, обращаться в долларах, естественно, они думают про то, как вот они на следующем этапе увеличат, во-первых, инфляцию, которую искусственно сдерживают, по крайней мере, рисуют. А во-вторых, конечно же, вот сегодня курс такой-то. И после окончания победы Украины в войне, после фрагментации России, после того, как начнутся там серьезные заморочки, естественно, курс беларусского рубля не имеет шансов удержаться даже в районе четырех, потому что он накрепко привязан к российскому, а российский будет лететь вниз. Поэтому курс на дедоларизацию – это курс на то, чтобы за счет населения еще раз поддержать государственные финансы. Такого не бывает одноразово, потому что, знаете, вы же не можете под матрасы заглянуть и сказать, валюта у нас незаконна, как это было в Советском Союзе, за валютные операции вам будет уголовное дело. То же самое беларусское предприятие. Беларусь – это малая открытая экономика, в которой экспорт зависит от того, а сколько в стране импорта. Они комплектующие завозят, оборудование, все необходимое для производства. Поэтому валюта нужна очень сильно. Когда мы говорим про дедоларизацию, мы говорим про то, чтобы на сбережениях, на длинных вкладах было гораздо больше рублей, чем долларов, потому что обслуживать доллары, потом долларовые обязательства банкам даже гораздо сложнее будет в условиях девальвации. Поэтому вот это скорее убеждение такое. И вся компания беларусских властей направлена на то, чтобы убедить, знаете, у нас рубль крепок, экономика растет на 3,8%, мы растем быстрее, чем мировая экономика. Доверяйте нам. То есть это все меры направлены на информационное облапошивание населения Беларуси, которая 30 лет не верила беларускому рублю. А тут почему-то должно на 30-летней диктатуре поверить Лукашенко и его сказкам про то, что беларусская модель очень хорошая. Недавно я проанализировал устойчивость разных валют за последние 25 лет. На 35% подорожал швейцарский франк. Поэтому если у кого-то есть желание какую-то валюту все-таки копить под матрасом, не доверяя беларусским банкам, потому что они сами по себе очень ненадежные, ну тогда покупайте швейцарский франк. Надежный, конечно же, евро. Он за последние 25% девальвировался, по-моему, на 1,5%, очень устойчивый. Доверять мягким валютам постсоветского пространства я бы не стал, потому что даже за последние 25 лет польский злотый обесценился на 53%. Но это за 25 лет. Беларусский же рубль – это десятки разов, это одна из самых мусорных валют, поэтому доверять беларускому точно не приходится. Ну а лучшее, поскольку мы говорим про, знаете, средний вклад беларуса в банки – это не целых 10 тысяч долларов. Друзья, лучше в детей, лучше в образовании, лучше в здоровье, лучше в то, что вы и живете сейчас. А потом, когда будет демократия, свобода, вы заработаете, накопите на старость, поскольку она будет у вас гораздо более благополучна. Беларусский рубль выгоднее использовать тем, кто получает кредиты льготные до 5% в рублях, длинные деньги, потому что он сразу переводит их в валютах, совершает операции, а потом ему еще эти долги прощают. То есть 3% людей, которые оперируют с беларусским рублем, и они, конечно, зарабатывают. Плюс, например, если вы, опять-таки, рискуете, так, что кладете в банковский депозит рублевый на 10-12%, сколько там сейчас ставка это, и вы ориентируетесь на курс, и в этот период курс не пошел вверх, и вы конвертнулись так, чтобы у вас еще что-то на карман осталось. Это доступно для одной сотой доли процентов людей, которые следят за этим, живут этим, и они явно не относятся к подавляющему большинству наших слушателей, читателей или зрителей. Поэтому, друзья, операции могут быть временными, но если взять перспективу 5-10 лет, а об этом, собственно, наверное, речь идет, то таких операций, в которых бы беларусский рубль стал надежным и защитил ваше сбережение от обесценения, просто не существует. Беларусский рубль, к сожалению, будет. Это первая констатация. Поэтому будет и инфляционный налог, будет и девальвационный налог, будут все операции, которые там по изъятию складов сбережений заработанного у населения последние 25 лет будут использоваться в той или иной степени. Мы не знаем, когда это будет, в какой степени, потому что это не экономическая наука, это угадайка, это, знаете, там, гадание на кофейной гуще, но каких-то экономических оснований в анализе состояния платежного торгового баланса, в инвестиционной картине говорить о том, что беларусский рубль будет крепкой валютой, и производительность труда будет расти, и количество желающих купить беларусский рубль будет увеличиваться, нет. Поэтому надо готовиться к тому, что беларусский рубль, вот инфляция, которая сегодня якобы поднимается чуть-чуть, на самом деле, напомню нашим уважаемым зрителям, что инфляция у нас это ручной политический, идеологический показатель, он не отражает реальную динамику цен. Как и курс беларусского рубля, тоже искусственный показатель. Поэтому я думаю, что в ближайший год у нас будет гораздо больше давления даже на эти искусственные показатели, чтобы мы увидели какие-то реальные контуры и инфляции, и девальвации. Сколько это будет? Опять-таки, это уже, знаете, как угадай-ка Новый год. Подложите под елочку, напишите бумажку, и потом проверьте вашу чуйку, это предмет инфляции и девальвации. Самые яркие события недели обсуждаем в итоговом пятничном стриме на Маланке в 18.00 по белорусскому времени. Присоединяйтесь и жмите на уведомления, чтобы не пропустить начало. Субтитры создавал DimaTorzok